Ребята, как там? Объять не объятное. Жители Екатеринбурга выстраиваются в цепочку и, взявшись за руки, как бы обнимают городской пруд. Так участники акции выражают протест против строительства храма на воде. Амбициозный проект уже на стадии идеи встретил волну возмущений. Кто-то присоединяется к флэш-мобу, просто гуляя по набережной, а кто-то спланировал участие заранее. Вместе с коллегами по работе Настасья Багрова пропускает обед. Говорит, не могла остаться в стороне. Девушка уверена, вот так можно сделать многое. Единение невероятное, чувство радости, что люди сплотились ради такой цели. Не знаю, по-моему, это очень романтично, ну, с точки зрения каких-то идеалистических вообще вещей. И я думаю, что вместе мы сможем сделать что-то хорошее. Светлана Зырянова – коренная Екатеринбурженка. По мнению женщины, плотинка – это жемчужина города. И она уже полностью оформлена в архитектурном плане. Любое вмешательство, говорит, испортит вид. И вносить сюда диссонанс в виде олиповатого храма, который мы видели на картинках, мне кажется, это и верх безвкусицы, и верх бестактного отношения к истории Екатеринбурга. С мнением Светланы согласны и многие другие горожане. Плотинка – это еще и визитная карточка Екатеринбурга, говорит Вячеслав Сидяков. И добавляет, в других странах такое строительство было бы просто недопустимо. Это есть город Нью-Йорк, там есть центральный парк, который жители города отстаивают уже больше ста лет. Там даже если лишняя тень падает на парк, то проект строительства просто блокируется. И было много прецедентов, когда они отстаивали этот парк. То есть это как святое место. Для Екатеринбурга это является плотинкой. Обнимая пруд, свой протест выражают полторы тысячи екатеринбуржцев. Это в семь раз больше, чем на прошлой подобной акции, говорят организаторы. Это именно акция, которая объединяет горожан. Обниматься все любят, это приятно, это прекрасно. Весной это тем более как-то соответствует настрою большинства людей. Поэтому вот родилась такая форма «Обними пруд». Движение за спасение городского пруда было создано в декабре прошлого года, чтобы защитить пруд от застройки. По словам общественников, их главная цель – информировать людей и вовлекать их в дискуссию. Ведь обсуждать будущее Екатеринбурга, тем более исторического центра, горожане должны все вместе.